Добрый вечер дорогие телезрители вы смотрите универсмодри.ру и это студенческое ток-шоу меня зовут Роман Полинсков и вместе со мной сегодня ведет очаровательная соведущая Роксана Майорова поприветствуем тема сегодняшней нашей передачи формула любви какова она такая любовь сегодня мы это узнаем вместе с нашими гостями но прежде чем мы их представим давайте посмотрим сюжет внимание прекрасная принцесса и сказочный принц все это остается в мультфильмах нашего детства но еще тогда мы понимаем что значит красивое слово любовь 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 это чувство которое мы не можем потрогать увидеть но можем почувствовать ее всем сердцем и душой ее не бывает слишком много это чувство когда ты понимаешь что без этого человека не можешь жить что тебе нужно видеть его всегда ощущать его помогать делать все ради него быть лучше ради своей второй половинки это значит быть одним целым и смотреть в одном направлении любовь вокруг нас или даже рядом с нами мы можем искать ее всю жизнь не замечая ее присутствия когда человек открыт для любви она вливается в него без помех заполняет душу и тело вибрирует в каждой клеточке даря нам это желанное ощущение счастья возможно это и есть основа жизни обсудить эту возвышенную тему мы будем мы будем со студентами из института психологии и образования институт фундаментальной медицины и биологии института массовых коммуникаций и социальных наук как же все таки прекрасно иметь свою вторую половинку поздравлять ее в этот прекрасный хороший светлый праздник ты со мной согласен роман роксан я не особо стоит согласен потому что но любовь это но не то чувство которое может как-то даже меня заинтересовать вот человек влюбился и вот он смотрит через розовые очки все он видит только прекрасное в человеке вот вы как считаете дорогие друзья как как его это вот ребят а у вас вот было такое чувство вы чувствуете что влюбились и как это было расскажите пожалуйста я чувствовал этого и до сих пор испытываю это чувство замечательно но для меня любовь это в первую очередь спокойствие и главное главная цель любви и будущее будущее вижу как который я в будущем это построение серьезных отношений семьи и именно в этом заключается любовь то что это спокойствие и семья ну вот я тебя правильно помню у тебя то бишь с твоей второй половинкой все спокойно ты за нее не переживаешь там у вас все хорошо когда она поздно приезжает домой конечно я за меня переживаю но так я ей доверяю и уверен в ней полностью и это мне очень радует то есть мы не испытываем этих ненужных чувств ненужных переживаний а именно у нас есть страсть у нас есть все что прилагается и но самое главное что меня радует то что я чувствует спокойствие умиротворение спасибо а девушки вот мнение парни мы услышали вот эти девушку послушаем как они что любовь это единство душ это одна душа на двоих когда ты смотришь глаза человека ты чувствуешь тот же самый посыл ту же самую поддержку понимание и уважение это бесценно я рада что испытал это испытаю сейчас спасибо какие у вас философские такие мысли у всех возвышенные у всех ли так неужели ни у кого не было вот таких безбашенных каких-то поступков там я не знаю цветы там через балкон через лестница неужели у всех так все спокойно мирно расскажите еще что неужели все так у меня конечно не было таких безбашенных поступков как лезть на балкон но все таки да я скажу то что моя любовь так скажем немножко отличалась от любви богдана или саида для меня это было большом большим вдохновением то есть я испытывал у меня были очень взволнованы гормоны то есть я хотел делать ради человека все что угодно то есть я боготворил его я бегал прыгал и жил каждый в нем только ради встреч с этим человеком здорово но еще вот любовь это все нет подожди давай вот Руслан я знаю наверное у тебя есть какой-нибудь безбашенный поступок так как ты немного такой безбашенные поступки конечно были но сейчас не хочу и об этом говорить а у друзей это все таки лично мое пусть останется при мне ну конечно да могу сказать там я бы не назвал это безбашенный все таки это пусть и банально все таки был такой поступок что да когда я влюбился по уши в девушку я бегал за ней я практически ну 200 метров от ее подъезда до дороги и рисовал всякими цветочками как маленький мальчик который я не знаю что я делал в тот момент честно говоря это а тебе сколько тогда было лет 14 это моя наверное настоящая первая любовь возможно именно такая уже с асфальтом с рисуночками с асфальтом я что хотел сказать вот говорили что любовь отношения как-то отождествляют эти понятия однако для меня лично для меня я сейчас никого не хочу обидеть любовь это нечто отдельное обособленное так как для меня вообще честно говоря отношения это рак любви это опухоль на рост который губит в конце концов губит любовь эти отношения растут и поглощают вашу любовь остается остаются всякие бытовые вещи и ссоры мелкие обиды они как бы делают они изничтожают любовь если уж так говорить но это опять же мое мнение спасибо но прежде чем мы перейдем к другой теме друзья я напоминаю то что у нас в прямом эфире есть такая штучка как skype вы можете звонить нам в прямой эфир мы вас выслушаем зададите на свой вопрос и мы постараемся с ребятами на него ответить еще вот руслан заговорил о боли об опухоли страшно как господи неразделенная любовь кто-нибудь испытывал как это вообще наверное у каждого такое было первая любовь ребенок я лично была ребенком ну хотя мне было 14 по сути для меня это ребенок я тоже я не знаю что я там творила но я любила этого человека он был в одиннадцатом когда я была в девятом что я только я бегала смотрела его расписание как у него сейчас урок и вдруг мы пересечемся да это было больно когда он такой ну типа ты такая хорошая но я чисто так посмотреть я не жалею об этом потому что я все это пережила мне кажется каждый человек должен такие безбашенные моменты пережить потом ты вырастешь тебе станет неинтересно но вот это вот то что ты это не прочувствовал все таки останется так что я за есть что добавить надеюсь есть да добавить пожалуйста ребята мне кажется мы все с вами совершаем большую ошибку обсуждая любовь потому что тем больше мы обсуждаем тем больше мы слышим различных мнений тем больше мы видим точек каждый день мы видим огромное количество цитат о любви каждый день мы видим мнение о любви фильмы о любви и в итоге любовь это то понятие которое потерялось оно все Мы не знаем, что такое любовь Никто не знает, что такое любовь И все мы думаем, что любовь это то, что навязано обществом Любовь это не это Но вот то, что навязано обществом Но у каждого же своя точка зрения И какого-то определенного, я не знаю, регламента То есть какого-то определения точного Что такое любовь, нет, оно у каждого свое И по-моему прекрасно то, что мы обсуждаем любовь, да? 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 Ну, называя определение любви, вы все называете маленькие фрагменты Это там встречи, поцелуи, это мелом нарисовать на асфальте Это все какие-то мелочи, но которые не определяют одно слово «любовь», понимаете? А что в твоем понятии «любовь» тогда, ну раз вот такая точка зрения, серьезная? Любовь — это то, что рождается путем переживания взаимных трудностей, преодоления Это то чувство, которое возникает со временем, это то чувство, которому нужны годы Многие годы, и только спустя десятилетия ты поймешь, наверное, да, я люблю Это и есть, наверное, любовь, и до сих пор ты будешь не уверен, потому что это и будет любовь У тебя такое было? Ну, очень радикальное мнение, вот у молодого человека, конечно же Ну, у меня оно менее радикальное, я считаю, что у нас же тема формулы любви Да Я подумал, и, наверное, любовь — это такая немножечко лжи во благо Такая вот, это является формулой любви, мне кажется Интересно Я слишком рано, да, пришел к теме нашей передачи? Что-то как-то непонятно пока, но раскройте, мы поймем Мне кажется, маленькая ложь, и на ней держится во многом Ложь во благо На ней держится, мне кажется, отношение Иногда, иногда, это как инструмент, один из инструментов Согласитесь, нельзя же отношения держать, так сказать, крепкими Одним инструментом, вот так вот И я считаю, что формула любви — это маленькая ложь во благо Я никогда не встречал с девушкой, поэтому Возможно, я в чем-то неправ, но я до сих пор верю в убеждение И когда-нибудь докажу вам об этом Но вам будет все равно, и вы меня этим расстроите Ты путаешь ложь, ой, ты путаешь любовь и отношения А я с Тимуром абсолютно согласна Для меня тоже любовь — это то, что проверено временем Для меня пример — это мои родители То есть я вижу, что они любят друг друга То есть мне кажется, мы путаем понятие страсть, влюбленность и любовь То есть вообще разные для меня слова Влюбленность — это первое, что ты испытываешь Страсть — это последствия влюбленности А любовь — это более возвышенное, более, что ли, зрелое чувство Когда ты понимаешь, осознаешь это Когда ты человека ставишь выше, чем ты Ну, как-то так Ну, вот из всего услышанного, наверное, можно сделать вывод, что любовь, она у каждого своя Все равно каждый понимает ее по-своему И здесь найти какую-то альтернативу, какое-то общее решение, мне кажется, очень трудно Ну, правильно глаголишь, то, что у каждого она своя Так что давайте поаплодируем за такие шикарные вопросы Тимуру Поддержим Кирилла, чтобы он не расстраивался Да, ну вот еще есть такая тема, то, что вот в паре один из двух все-таки выше того, кто... Ну, вы меня поняли, короче... Опять про рост? Нет, тут не про рост, тут имеется в виду, что один, как бы, ну... Один любит, другой позволяет Да, точно, вот, как вы думаете, вот, насчет этого? Ну, факт остается фактом, да... В любви всегда кто-то любит больше, в паре, то есть... В равновесии всегда в жизни очень сложно добиться, и в любви, мне кажется, это вообще... Вообще никак... То есть до равновесия дело никогда не дойдет Вот, кстати, вот, если продолжать мою теорию, во влюбленности вот именно так и происходит, что кто-то любит больше, кто-то меньше А любовь — это уважение, это... Ну, я не знаю, как объяснить... Это ложь Для тебя хорошо, для меня нет Ну, да, может быть, кто-то больше лжет, кто-то меньше, ну... Давай, продолжай тогда А из твоих отец, и кто больше любит? А я же уже сказала, то есть это влюбленность, кто-то больше, кто-то меньше, а любовь — это что-то обоюдное Нет слов, нет комментариев Слова-то есть? Да, пожалуй, есть Действительно, я тоже считаю так, что в паре всегда один любит, а другой, возможно, позволяет любить Но мне кажется, это счастье для человека, когда оба любят друг друга, когда оба находят друг друга И в мире небольшой процент людей находят себе такого человека И тут, наверное, хотелось бы всем пожелать, и тем, кто здесь в студии, и нашим телезрителям, чтобы они нашли именно такого человека, чтобы их любовь была взаимна А что лучше, любить или быть любимым? Хороший вопрос, Роман Спасибо, Слава Я, наверное, на своем опыте понял, что для меня, как для парня, лучше, чтобы меня больше любили Возможно, это звучит эгоистично, но у меня были отношения довольно продолжительные, и когда меня любили больше Со временем я устал от этого, ну, мне казалось, что я устал от этого, и мне надоело И мне захотелось, чтобы, ну, как я уже говорил, я совершал безбашенные поступки, чтобы я любил больше И у меня такое произошло, я добился своего, у меня были отношения, но пробыв в них пару месяцев, я понял, что все-таки я эгоист, и я хочу, чтобы меня любили больше Спасибо А вот как ты понял, что тебя именно больше любят? Это она же не скажет, что вот я люблю тебя больше, и ты мне... А это чувствуешь Мы же не можем, мы не можем любовь объяснить, так же и это мы не можем объяснить, это просто ты чувствуешь Спасибо, вот давайте ли мне девушке послушать, Саида? А мне бы хотелось больше любить, потому что молодые люди, они влюбляются в основном в внешность, еще что-то И непонятно, как бы, любит он тебя искренне или за что-то еще, и ты думаешь, ходишь, то есть, а может, на самом деле он тебя любит искренне И вот это оценить, это осознать очень тяжело, и искренне полюбить девушке сейчас в наше время достаточно очень сложное Ну, непросто, то есть, вот это именно духовное образование, и парни, и девушки, духовное сознание самих себя, и приводит к этому высшему чувству, я считаю Мне бы хотелось больше любить, то есть, дорасти до этого чувства полностью, как духовно, так и морально Хорошо, вот тут активность сразу, четыре руки, потянешь микрофону Богдан, прошу Коротко скажу, то, что не услышал я слова гармония, то, что любовь, мне кажется, характеризует гармонию Это главное, что, главная ее формула, любовь равно гармония Здравствуйте Мне кажется, что в отношениях девушка, женщина, жена, она должна любить и больше Потому что она, это, можно сказать, ее обязанность, на ее плечах и дети, и муж И всякое в жизни случается, и она должна быть опорой для мужа, она всегда должна помогать И, как сказал Богдан, она всегда должна поддерживать гармонию И поэтому, мне кажется, то, что женщина должна проявлять больше понимания, любви и терпения Вот Руки еще больше, сейчас микрофон дойдет и в ту сторону Алексей? А вот Саида сказала, что парень, что хочет любить больше, и что парни всегда любят в девушках больше внешность Влюбляются во внешность девушке Нет, я не знаю, не так, потому что ты не понимаешь, за что он себя любит И вот на это уходит время, а может быть, человек искренне любит Нет, ну я вот Не понимает, что именно между вами происходит Ну вот просто мое мнение, что если парень действительно любит девушку, то ему уже становится как-то, как говорится, фиолетово на ее внешность То есть любимая девушка для парня все равно будет самой лучшей, пусть она и не супермодель Мне кажется, что неправильно ставить вопрос ребром, как ты, что лучше, любить или быть любимым Мне кажется, хорошо тогда, когда все вместе Потому что любовь подразумевает, что любят оба, причем любят одинаково А вот кто больше, кто меньше, мне кажется, об этом говорить нельзя Потому что, ну, просто кто-то свою любовь проявляет так, а кто-то иначе Кто-то сильнее, кто-то слабее Иначе это не любовь, мне кажется Сейчас, Тимур, дойдет Сейчас, да А вообще, если уж мы говорим о дисбалансе, то дисбаланс в природе есть И это естественно Опять же, любовь, я считаю это чем-то естественным Следовательно, и в любви ей должен быть дисбаланс Это нормально То, что об этом нельзя говорить, не согласен я с вами, молодой человек Ну, действительно, всегда в природе встречается нечто доминантное, нечто рецессивное Это как в генотипах, так и в макромире И, следовательно, говорить о том, что, ну, мы не должны искать в этом нечто негативное Пусть дисбаланс существует, но, мне кажется, это даже хорошо В этом есть свои плюсы Я не могу прям так сказать, что лучше любить или позволять любить В общем, как бы любить или позволять себя любить Быть любимым Да, быть любимым, да Потому что я тоже, в общем, так сказать, не встречала парня своего Была несчастная любовь, но не любовь взаимная Я могу судить только по своим родителям Мама моя все равно, кажется, любит больше папу, чем он ее Она как-то всегда поддерживает его Как-то старается утешить что-то такое И, ну, ужасно ревнивый Потому что, когда папа так подкалывает Типа, вот я там кого-то увидел Она так сразу Сразу так Ну, не знаю Мне кажется, как-то Любовь это такое обоюдное чувство То есть ты одновременно и любишь, и позволяешь любить Мне кажется, вот так должно быть Я хотела добавить в тему Кто-то говорил, что нужны годы, чтобы понять, что это та самая настоящая искренняя любовь А кому-то достаточно... Тимур говорил, да Тимур, нет, я вообще А кому-то достаточно одного взгляда Здесь многие говорили о своих родителях Я тоже добавлю Мой отец при первой же знакомстве, при первой же встрече с моей мамой Решил сразу же, как только ее увидел Нет, конечно, она была красавица, то еще Но он понял, что он хочет всю свою оставшуюся жизнь, несмотря ни на что, прожить именно с этой женщиной Ну, конечно, он выждал несколько дней, прежде чем сделать официальное предложение руки и сердца Это наступило на четвертый день знакомства Да И в итоге они в браке счастливы 25 лет Я думаю, факт, не стоит поаплодировать Поэтому я тоже желаю, чтобы каждый человек встретил ту самую настоящую любовь И в их паре нет доминирующего, нет ведомого Потому что их брак строится на взаимоотношениях, которые предусматривали уважение, доброту и действительно любовь друг к другу Вот весь секрет Слушай, дойдет до Тимура когда-нибудь микрофон Да, он дошел Я считаю, что любовь, она знакома только здоровым людям А мы все с вами, мы больны Больны Каждый из нас боль Здесь максимум один здоровый человек, и это она А все остальные больны И действительно, каждый из нас это сгусток детских обид, нереализованных амбиций, неисполненных желаний, комплексов И поэтому каждый в своей паре ищет то, что ему не хватает Кому-то не хватает, может быть, в паре стрессов Девушки бывают такие, которые устраивают стрессы Кому-то не хватает в паре самоводовлетворения Кому-то, какому-то парню хочется казаться, что он король всех девушек И он просто умеет манипулировать Мы все с вами больны И поэтому очень сложно говорить про то, какая должна быть пара, когда ты болен Я могу показать, какая должна быть пара Но я не знаю, можно выходить туда? Нельзя выходить? Нет Нет? Ну ладно Сиди А я считаю, что, ну, я соглашусь в какой-то степени с Тимуром Любовь — это что-то такое, которое связывает двух разных людей То есть люди должны быть противоположными Дополнять друг другу в разных смыслах То есть, ну, допустим, сейчас я много вижу на улицах нестандартных пар Каких-то высоких девушек, низких парней И, допустим, я люблю футбол Что для девушки, например, очень странно Там мой бывший парень занимался танцами Ну, то есть, мне кажется, что идеальная пара — это такие вот безбашенные люди Которые полностью противоположные Противоположности притягиваются Всем спасибо за ответы на эту тему Или есть еще у кого-нибудь? Есть, нет? Кто-нибудь есть? Что-нибудь добавить? Нет? Может, раз закончу Хорошо Ну что ж, перейдем к другой теме Как известно, люби все возрасты покорны Многие сейчас взрослые люди хотят перейти все-таки обратно в детство Вспомнить, каково это было тогда, что первый ребенок сказал Вот мне эта девочка нравится, а вот мне этот мальчик нравится Наши корреспонденты сходили в детский садик и спросили у тех детей, которые там занимаются Кого они любят и что для них это любовь Давайте сейчас посмотрим сюжет вместе с вами, дорогие друзья Это когда кто-то кого-то любит А тебе кто-нибудь, да? Ну да, мой друг Андрей А почему он тебе любит? Ну потому что я ему подарю на день рождения Лего Чима И он порадуется, и мы вместе друзья с ним Любовь, когда человек любит кого-то И от него глаз может отводить Круто А тебе кто-нибудь нравится? Угу Кто? Олеся и Соня Даже так? Угу А почему? Потому что они самые красивые девочки Самые красивые? А когда вот они познакомились и они влюбились, тогда уже это называется любовь Да, Савва Почему? Ну потому что он с девочками дружит Девочки Детя, тетя, влюбляется Человеку Детям У меня девочка И я мальчика И я мальчика И я мальчика Я мальчика Это когда каждый человек любит кого-то. А тебе кто-нибудь, да? Да. А яс. А яс. А скажи, почему? Потому что он хорошо танцует и красиво. Это когда человек влюбляется в кого-то. Это когда-то он что-то дарит. Вот он. Мне нравится Камила, моя подружка. Потому что она красивая. Мы с дядей Азатом живем. Потому что дядя Азат крутой по боксу. Это кого-то любишь. Это парочка какая-то. Какая-то влюбилась. Я сладко. Я сладко. Я сладко. Я сладко. Вы влюблялись, когда вы были маленькими? Может, какие-нибудь интересные истории? Может, что-нибудь вам запомнилось? Ваша первая-первая любовь? Любовь? Вот такая. Что-нибудь было? В любом случае не было. Любовь ложь? Снова? Нет. Ну, когда мне было лет пять, наверное, не знаю, четыре, может быть, у меня одна девочка, да, нравилась, потому что, ну, это была фактически единственная девочка, с которой я контактировал в это время. И сейчас продолжается такая же ситуация. В общем, вот, и она мне, ну, нравилась, естественно, она была. Не помню, какая она была уже сколько-то, столько лет прошло, но, видимо, было классно, наверное, раз она мне понравилась. И я решил сделать колечко из проволоки. Но я же не буду просто колечко дать, я сделал коробочку из проволоки тоже. Я ввязал все это проволокой. Терриза просто разобрали, единственное, что было в квартире, это проволока. Ну, и вот, и я встречался с ней в основном только на праздниках, когда там родители наши встречались. И, соответственно, и когда я пришел туда, я видел, что она играет с каким-то другим парнем. С другим парнем лет четырех. И тут в пять лет мир перевернулся. И я расстроился, и я прям сломал и кинул перед ней кольцо. Очень жалко было кольцо и проволоку. Много проволоки ушло у меня, значит. Очень много проволоки. Такая вот мне история. Спасибо. Печально. С тех времен, да. Она носила очки, я до сих пор боюсь девушек с очками, кстати. В моем подъезде жил мальчик с собакой. И вот я влюбилась в него, ну, очень сильно влюбилась. Собачка красивая была? Овчарка кавказская, по-моему. Нет, немецкая овчарка. Вот. Ну, большая собака толка. Вот. Мальчик был старше меня лет, наверное, на десять. То есть мне было лет семь, ему, соответственно, ну, как нам сейчас, да. Вот. В общем, я постоянно была на улице, я ждала, когда он будет гулять с собакой. И в один день эта собака укусила меня. И этот мальчик повел меня к себе домой. И этот день никогда не забуду, наверное. Это был самый счастливый день. Я даже забыла про укус. Это было действительно счастье. Поэтому, в принципе, даже дети могут жертвовать собой ради любви. Роковая любовь прям такая. Да. С жертвы. Кто-нибудь еще помнит, что они такое интересное? Конечно же. Я работал в детском лагере этим летом. И там была одна девочка, ей 15 лет было. Она мне очень понравилась. Это такая в обратную сторону история. Ну, вот, не знаю, ну, действительно, очень хорошая девочка. Ей 15 лет, и смотришь, она такая красивая будет. Очень. Нет, действительно, мы даже, когда пели песни, там все стоят в кругу, обнимаются. Я вот с ней обнимал. Да, я ее тоже обнимал. Диляра, ты мне очень понравилась. Нет, действительно, она хорошая девочка, хорошая девочка. А как вы вообще относитесь к такой любви детской? Что вы, ну, вам ёкает, вас не ёкает? Ну, как вот, милости для вас? Или это просто, оф, ерунда? Что за детский сад? У меня все еще впереди, да? Да, 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 да. Что вы думаете? Вы знаете, детская любовь, в нашем понимании, это что-то, да, очень миленькое такое. О, какое милашество. Но, знаете, есть такие детские пары, которые очень стараются пародировать взрослых. И это очень странно выглядит, даже нелепо, потому что, ну, стоят два первоклассника и там, почему ты мне не звонишь, что-то такое? И думаешь, вы, дети, откуда у вас такое? Просто у детей свойственно пародировать взрослых. Это нормально, но должна быть грань. Но есть, да, есть такие отношения детские, когда там, не знаю, письмо со словом неправильно написанным «Я тебя люблю», в этот, а она так со смущением его при всех разрывает, типа «Мне это все равно». Это очень мило, я уверена, такие отношения еще есть. И нормально так, много наверняка. Сама не проверяла, надо проверить. Так что я верю в это, и это очень мило. Хочу сказать, что дети — это самые искренние существа, во-первых. И, возможно, те отношения, которые возникают между ними, это тоже искренние. И почему бы нет любви между детьми? У взрослых пар обычно, вот когда они, большинство, когда начинают встречаться, они уже ищут какие-то цели. Все, встречаемся, потом семья и так далее. А у детей такого нет. Почему бы и любви не быть? А парни как думают? Как считаете? Ну, я вот лично считаю, что такого понятия, как детская любовь, вообще не должно существовать. По-моему, дети просто не понимают, что они делают. Ну, и просто пытаются пародировать взрослых, своих родителей. Просто смотрят на них, им хочется так же. Вот дяденька встречается с тетенькой, вот хочу так же. Вот решает мальчик и тоже начинает общаться с какой-то девочкой, называют это любовью. По-моему, все только так и происходит. Салават. Ну, Богдан, прежде чем ты начнешь рассказать свою историю, я напоминаю, друзья, то, что если вы сейчас проходите по универу и видите там в экране нас, если вы сидите дома и тоже нас видите, обратите внимание на строчки снизу, там есть наш скайп, звоните, пожалуйста, в прямой эфир, мы обязательно вас послушаем и ответим на ваши вопросы. Богдан, давай. Мне кажется, то, что главное, что отличает детскую любовь и взрослую, то, что дети не знают, что такое труд и преодоление трудностей. Для детей главное, ну, главное, что знают дети, это игра. И так же любовь, мне кажется, это для них некая игра, которая им очень нравится, она их забавляет, но ни к чему не принуждает. Ну, это не любовь. Салават. Есть что добавить? Да, наверное, я согласен с Богданом, но при этом я считаю то, что это часть нашей жизни. В детстве, ну, большинство из нас влюблялись. Какое место? Может, взаимно, может, не взаимно, но действительно, эта детская любовь очень искренняя, чистая, ну, она, наверное, должна быть. Это некий опыт, чтобы потом вспоминать, ах, было такое, такое. Это же очень приятно. И со временем у нас настаёт невзаимная любовь у большинства из нас. Это тоже мы должны пережить. Это тоже опыт. И, наверное, как говорил Тимур, настоящая любовь приходит с опытом. Возможно, через такие трудности жизни, так скажем, мы приходим к этому и понимаем, что такое любовь. Богдан, не договорил? Нет, я забавную историю вспомнил. В детском саду у меня была любовь. Прям настоящая любовь. Ну, мне кажется. Да, ну, была, значит, такая любовь. В детском саду, да, после, когда детский сад кончился, я ушёл, но всё нормально. Потом в шестом классе эта девочка пришла к нам в школу. Она была на класс младшая, но, к сожалению, у нас тогда ничего не получилось. Я даже не смог с ней заговорить. Что же так, а что помешало? Робкий. Я был очень стеснительный. Я стесняюсь, нет. Ну, сказал бы, что в разные смены учились. Я не мог её видеть. Я вот тоже забавную историю вспомнил. Мне тогда тоже было лет семь. Я тоже не мог заговорить с этой девушкой. И она почему-то называла меня Тузик. У меня был брат, ему было... Он был на 10 лет старше меня. И я знал, что эта девушка, девочка, влюбилась в моего брата. Я никак не мог с ней заговорить. А эти бесконечные Тузик, Тузик. И тогда однажды я настолько приревновал её, что укусил её. Укусил, а мой брат, он её пожалел и отвёл домой. Она так обрадовалась. И после этого случая я не разговариваю со своим братом. Я ушёл из дома. И никогда не говорите, что я Тузик. Лол, ты о чём ты догадываешься? Тут просто история. Да что-то знакомая история. А, да-да-да, вы это не взаимосвязано случаем? Руслан, вы, слушай, не кавказская овчерка, а не немецкая? Немецкая. Я бы не сказал, что я кавказская овчерка. А вообще, если говорить о детской любви, то думаю, что это та самая чистая любовь, о которой воспевали философы. Как восточные, как восточные философы, так и западные, которая не обременена какой-то физической тягой, физическим влечением. Ну, опять же, тут следует подчеркнуть то, что мы говорим о любви не имитационной, это не подражание своим родителям или кому-то не было из взрослых. А просто бывают действительно случаи, когда детям нравится вместе. Они любят проводить вместе время, они противоположного пола. И, ну, вообще, честно говоря, я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, но это отдельная тема. Ну, вот именно любовь все-таки детская бывает, она чистая, невинная. И это прекрасно. Это прекрасно. Хорошее впечатление. Это прекрасно. Кунь, есть еще истории, нет? Да, нет. Аня, пожалуйста. Когда я была маленькая, совсем маленькая, у меня было года 4, у меня есть старшая сестра, она старше меня на 14 лет, и у нее был парень, старше ее на год, соответственно, старше меня на 15 лет. И каждый раз, когда он приходит, ну, я, соответственно, влюбилась с него. Ого! Соответственно, это нормально. Парень пришел к сестре, но я, конечно, влюбилась с него. Это нормально. Они встречались очень долго, года 3, наверное. И каждый раз, когда он приходил к нам домой, приносил ей открытки-шоколадки, я подбегала со спины или как-то подкрадос, отбирала у нее открытки-шоколадки, бегала в другую комнату. И вечером, когда он уходил, я закатывала истерики, говорила этому парню, чтобы она оставила его в покое. Потом я маму в углу поставила. Все. У всех есть такие истории. Нет-нет. Мне было, наверное, лет 6, я как раз первый раз поехала в лагерь, и там же бывают такие всякие дискотеки, что-то в этом роде. И там я познакомилась с мальчиком, я даже помню, как его зовут, Костя. Он был ниже меня роста, маленький такой. Мне почему-то он так понравился, и его обижали сверстники, я прям ходила, защищала ее. Это была достаточно забавная такая история. Но я не жалею об этом. Любовь эта прекрасна. Тимур, у тебя есть что-то, товарищи. Вожатый в лагере. Да, да, в лагере опять. И в лагере? У меня есть вопрос. Многие девушки сказали, что они часто влюблялись в парню, который на 10 лет старше, на 15 лет старше. Как вы думаете, с чем это связано? Почему в маленьком возрасте девочки влюбляются в очень взрослых мужчин? Какой ответ? Ну вот лично меня привлекают парни на много старше. Ну и на много уж старше, но года на 4, на 5. То есть они более как бы уже знают, что им нужно от этой жизни. Знают, значит, кем они хотят быть, как они будут то или иное проблему решать. То есть нравится стабильность. Нравится вот уверенность, что есть рядом такой сильный мужской плечо, как за каменной стеной. Лично у меня вот так всегда было. Словат, прошу. Ну... На мой взгляд, детская любовь, когда девушки влюбляются в парни, которые старше их, наверное, это просто они хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. Возможно, хотят... Ну, они думают, что их сверстники, они не дотягивают до их уровня. Ну, наверное, так и есть в большинстве своем. Я не знаю, но меня не смотри, я такого не испытывала. А вот, что Саида сказала, сейчас ей, ну, допустим, для нее любовь, когда вот, ну, старший человек, нам на несколько лет ее, мне кажется, ну, тут уже дело не в возрасте, просто в предпочтениях. Это, ну, любовь и возраст... Любовь и возраст не могут как бы, ну, вместе как-то соединяться. Ну, тут от предпочтений, скорее всего, мне кажется, не надо заходить так далеко, особенно, когда девочка, девочка именно, что молода, ну, сколько ей там может быть лет? 14, и она влюбляется там в 18-19-летнего. Мне кажется, это очень странно. Возможно, она полюбит, но со стороны него будет ли взаимность? Потому что он понимает, если он нормальный человек, парень, он понимает, что она довольно маленькая, и для нее эти отношения, возможно, до сих пор как игра, детская игра, да? Также пора пародирование взрослой, тоже показать, что она вот среди свежников такая крутая. Так что зачем спешить, когда свежников таких же красивых, таких же хороших много, а взрослые, ты в своем возрасте когда-нибудь до них дойдешь, и это будет нормально. И они будут твоими же свежниками, и это нормально. Я, на самом деле, очень сильно боялась, что сейчас Тимур начнет тему комплекс отца, что девушки начинают... Нет, на самом деле, я хотела добавить еще к Оле, что девушка должна понимать, что когда парень старше, это, во-первых, еще уголовная ответственность, не забываем все-таки отношения здесь. О, Боже. Нет, ну на самом деле... Мама криминал. Мама криминал, да. Нет, но на самом деле нужно задуматься о том, что... Не зря говорят, что девушки, они намного раньше взрослые, чем парни. И мы стараемся действительно построить свою жизнь с человеком, который готов к серьезным отношениям, а не просто поразвлекаться. Но потому что большинство молодых людей в возрасте, там, от 16, грубо говоря, там, до 25 и выше, могут бывать... Ну, может быть, да. Они больше на развлечения идут, но мы стараемся как-то постарше, думаем, что человек будет более зрелый, что... Ну, как-то нас опекать будет. Может быть, как-то в этом плане еще. Может быть. Может быть. Все в этом возрасте ищут подобных папе, как я понимаю. Ну, тут сказали, что девушки взрослеют раньше, чем парни. Да. Ну, тут следует уточнить, взрослеют как, в каком плане. Если мы обращаемся к каким-то философским рассуждениям, там, о совершеннолетии, там, того же Канта, или же мы говорим о половозрелости или, там, в пубертатном периоде у девушек. Вот хотелось бы уточнить, о чем вы говорите. Совокупность, конечно. Нет, совокупность, конечно, но это... Ну, плюс я еще считаю, что действительно, по большей степени девушки уже в молодом возрасте, они намного ответственнее. И они совершают поступки более, наверное, осознанно, конечно. Они несут как-то ответственность за себя. Но, опять же, я говорю, что не следует это ко всем принимать, потому что всегда бывает исключение в любом. И исключение не справится. Конечно. Там. Там-то, да. Кому есть что сказать? Как вы сказали, действительно, не все девушки считают так, как вы, смотря на нынешних молодых дам, представителей прекрасного пола. Пола. Ну, начинаешь задумываться о ваших словах, о том, что девушки взрослеют, ну, быстрее, чем парни. Поэтому, возможно, это было раньше было так, но сейчас я не согласен с вами. Ну, не согласен, посмотрите. Мне кажется, девушки стараются взрослеть раньше. Ну, как-то у них это не особо получается. Со стороны-то виднее, да? Ну, действительно, то есть девушки стараются краситься, надевать каблуки. Ну, это действительно, вот опять же мы обращаемся к имитации взрослой жизни. Пусть там девушке 15 лет, но она до сих пор продолжает имитировать. То есть она все так же старается быть подобной взрослым. Но действительно, далеко не у всех это получается. Раз ты, даже если получается, ну, нельзя сто процентов сказать, что девушка взрослеет. Все равно 15 лет это еще тот возраст. Девушке в 15 лет нужно быть юной леди, прекрасной леди. А что это мы тут про девушек-то только? Я хочу сказать про парней, потому что у них с психической, как я психолог, скажу вам, что происходит то же самое. Вы тоже, копирая своих отцов, возможно, дядей, взрослых парней, мужчин, так сказать, тоже, мягко говоря, копируете, плагиатите. Так что там тоже видишь какой-нибудь маленький пацан так к тебе, когда тебе там 17, ему 13, подкат, и там Чика не дашь свой номер, и ты думаешь, что? Так что это зависимо от самого человека. Хочет быть взрослым, он вот так себя показывает. В зависимости от того, получается у него это или нет. А, ребят, ну давайте мы уже перейдем к другой теме. Долго мы это обсуждаем. Да. Да, вот мы пришли к такому мнению, что у каждого ребенка тоже любовь по-разному бывает, но ее не надо воспринимать тоже всерьез. Но а что же происходит в организме, когда человек влюбляется? Вот тут хотелось бы перейти к товарищам химикам и биологам. Биологам. Скажите нам, пожалуйста, что чувствует человек внутри себя, в организме, что ли происходит, когда он влюбляется? Какие бы красивые слова вам про любовь не говорили, в первую очередь любовь... Сейчас начнутся термины. В первую очередь любовь — это обученный физиологический процесс. И любовь начинается не с сердца, а с нервной и эндокринной системы. Когда человек влюблен, в его крови увеличивается концентрация различных гормонов. Например, серотонина, дофамина, норадреналина, адреналина, а также окситоцина и вазопресина, эндорфин различные и многое-многое. Следует отметить, что повышение уровня серотонина, в народе это гормон счастья, у человека повышается настроение, он чувствует какую-то физическую активность. Именно поэтому влюбленные пары не сидятся на месте. И есть еще обратная сторона медали. У большинства людей, у которых концентрация уже повышена слишком очень, наблюдается бессонница, ухудшение аппетита. Дофамин. Это гормоны целеустремленности и концентрации. Когда отмечено, что уровень дофамина увеличивается как раз в начальном этапе влюбленности. И у пары появляется такое стремление овладеть своим предметом воодушевления. Обожание. Да, он стремится к этому. Адреналин. Это гормоны стресса. А еще они увеличивают нашу реальную возможность. Вот именно то, что человек сможет свернуть горы, некое ощущение такого вдохновления. Это получается, если у человека больше вырабатывается адреналина. А вот окситоцин и вазопрессин — это уже гормоны спокойствия и умиротворенности. Обычно эти гормоны начинают вырабатываться, уже когда отношения переходят в более доверительные статусы. Обычно это происходит через три года. И поэтому говорят, что любовь как бы условно живет три года. И все. Потом уже между парой устанавливается взаимодоверие, уважение. И в общем-то любовь — это целая химия. Есть такое мнение, что улюбленные выделяют особый запах, когда они чувствуют какие-то такие патологии, чувства, любовь. Этот запах как бы невозможно как-то описать с дезодорантами, с духами. Он как-то смешивается, и его невозможно как-то понюхать. Но именно вот когда человек влюблен, всех как будто манит к нему. И возможно, когда человек влюбляется, как будто есть такое... Говорят, что как будто сначала никого не было, а потом сразу целый полк есть такое. Еще можно сказать, что в головном мозге есть центр любви. Очень интересно его определяли, что влюбленному человеку показывали фотографию любимого, возлюбленного. И посылался особый сигнал, именно так определяли. А что интересно, когда показывали фотографии родных, близких, ничего не происходило. То есть именно влюбленный человек вызывал эмоции. Человек теряет... Вообще человек как будто теряет разум. Логическое мышление перестает действовать. Вот. Был вопрос у нас, да? Я хотела спросить вот по поводу предыдущего вопроса. Существует ли любовь между детьми вот со стороны биологии? Существует ли? Гормоны выделяются у детишек? Сейчас дети взрослеют, то есть становятся уже половозрелыми, скажем, в ранних периодах. Если... И это индивидуально. Люди могут повзрослеть, когда им уже, скажем, 12 лет, 14, даже 8. Но вот такое... Вот такого количества гормонов, которое вырабатывается, да, у них такого не наблюдается. А что до 6 лет, допустим, что мы испытываем здесь? Так. До 6 лет — это, скорее всего, взаимосимпатия. Такие чувства могут возникать, вот, когда человек видит кого-то, да, и ему нравится. Вот ученые отметили, что в это время в его крови увеличивается концентрация фенилэтиламинов. Возможно, в детском организме уже тоже вырабатываются такие гормоны, почему бы и нет. Но вот концентрация, да, не такая высокая. Ну что, спасибо, друзья. Тема... Время немножко поджимает, надо еще одну тему затронуть. Но насчет химии запомните, то, что если нет счастья, то зачем любить, зачем страдать, пойду поем и лягу спать. Ну нет, почему? Почему сразу так категорично? Любовь цикличная. Это если она не взаимная. Если она взаимная, то, пожалуйста, у вас все будет отлично. Любовь цикличная, и она живет, да, и она живет не только 3 года, намного дольше, любите, будьте любимы, и у нас следующая тема. Да, и завершить хотелось бы наш сегодняшний диалог, это то, что любовь способна вдохновлять. То есть тема творчества. Вот я знаю то, что у нас есть, ну, пару людей, которые этим делом занимаются. Диан, я знаю то, что ты пишешь стихи, это так? Да, я пишу последние 7 лет и выпустила несколько сборников. Я поэт-лирик, как раз-таки любовная тема. Да, это одно из основ полагающих. Что-нибудь из своего репертуара. Почитай нам, пожалуйста. Ох, ну так я. Я хотела сказать, что вы замечали, да, что большинство краски шедевров, любовные лирики, они так как раз-таки написаны о трагической любви, о несчастной, о невзаимной. Вот я хотела об этом спросить. Да, потому что, ну, действительно, если ты переживаешь такие сильные эмоции, тебе хочется их выплеснуть на бумагу. А когда ты счастлив, уж у тебя есть другие проблемы. Да, другие проблемы. Ты занимаешься своим любимым человеком. А тут вот как раз-таки зачем любить, зачем страдать-то? Уж лучше сесть там и написать что-нибудь. Порадуй нас своим творчеством. Да, и в этот раз я просто, когда ты мне задавал этот вопрос, я думаю, что вот не буду сегодня. 14 февраля, и что-нибудь негативное, поэтому я сегодня в качестве что-нибудь более позитивного. Позитивное. Да. Порадуй нас. Закончим. На мажорной ноге. Просим. Просим. Не давай мне предлога остаться на чай, Рассказать о работе, делах суетливых, Вспоминать о возлюбленных тех незначай, Полюбивших меня, но, увы, невзаимных. Не давай мне перчаток при снежной пурге, Для меня слишком-слишком тепла твоя кожа, Согревать свои пальцы горячей руке, Правда, холоду сердцу ничто не поможет. Не давай мне самой разбираться во всем, Что в щектах по воде, что в любовной разлуке. Если вместе с тобой этот крест понесем, Я согласна сама скрывать твои руки. Не давай только поводу мне уходить Из-за черствых измен и невымытых чашек, Как и ты, я готова с лихвой упростить Беспроглядное море невинных промашек. У кого-нибудь тоже были какие-нибудь порывы? На что-нибудь вас вдохновляют? Напишу песню, напишу стих. У меня была несчастная любовь и у меня были такие чувства, Я даже призналась этому человеку любви, Но он то ли боялся этого, то ли что-то еще, Я так и не поняла. И это меня подвергло к написанию различных стихов, Что-то вроде, любовь это смотреть в пропасть, Это для меня давно не новость, что-то такое, Я сейчас не помню точно все. Мы говорим только о трагичной, Неужели вот хорошее чувство, Когда ты любишь искренне и все хорошо, Вы счастливы, неужели вас ни на что не вдохновляло? Ну, песни, танцы, там, парам, парам. Серов, если не ошибаюсь, Пилота, я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез, да. Вернусь к своей первой любви. Она была трагичной, но не суть. Ну, когда вот это все начиналось, Я такая, сижу, ну, делать нечего. Не признаться же ему пойти. Напишу я книгу. Ого, серьезно? Че же мне? Начала писать книгу. Вот люблю я его, значит, люблю. Пишу книгу. Забываю его. Он уезжает. Я перестаю читать, писать книгу. И мы забыли про это. А, все. Пока он был, я на зло ему писал, уехал. А, ладно. Будет повод, я потом напишу. Вилен, пожалуйста. Я очень в детстве была скромной девочкой. И боялась признаться парню в любви. Вот. И это все, ну, как сказать, я после этого стала заниматься творчеством. Танцы, песни. Я просто ушла в это все. Правильно. И, да, действительно, я могу сказать, ну, на своем личном опыте, что любовь, она из-за любви такие поступки, ну, получаются. То есть, да. Я отдавала себя полностью. Даже бывали такие, ну, вот именно любовные мотивы в моих танцах, в моих каких-то. Все равно... Сейчас. Соберись мысль. Ты сможешь. Вообще, ну, когда ты любишь человека, ты стараешься ради него на все пойти. То есть, я стала следить за собой. Диеты, питание. И вообще... Все правильно. То есть, все. И это... Это помогло. Это помогло мне, да. Тимур, есть что добавить? Да нет, нет. Нет. Ты просто так тянул руку, ленивый, я думаю. А, я тянул, нет, не тянул. Руслан, есть что добавить? Руслан, раз тебе нет. Ну, сейчас, Руслан, давай. Вот, вы знаете, вот прямо сейчас вот навеял он мне. Ты прямо сейчас... Муза моя, да, вот вдохновился. Ты прям сейчас тянил стих. Да. Короткий совсем. Ну, давай. Ну, вот о любви. О! Фенил, этил, серотонин, амфетамин, норадреналин, адреналин, а я все так же один. О, печально. С такими термами. Ну что ж, друзья, предлагаю закончить наше сегодняшнее ток-шоу на мажорной ноте с такими прекрасными стихами. Да, очень мажорная нота, конечно. Ну, ладно. Не каждый человек сможет выговорить название таких вот. Повтори еще раз, пожалуйста. Я ее запомнил. Да. Вы понимаете, это все муза, она как бы мне подсказывает, нашептывает. Приходит и уходит. Приходит и уходит. Да, вот меня понимают. А кушать хочется всегда. Да, ну что ж, давайте подведем итог. Роксан. Ну что, наши дорогие зрители, любите, будьте любимы, будьте счастливы, пусть у вас все будет хорошо в этой жизни. Смотрите нас, не забывайте. Очень жаль, что вы не позвонили в скайпе. В следующий раз мы будем ждать от вас звонков. Да. Ну что ж, друзья, большое спасибо всем за внимание. Я присоединяюсь к словам Роксане. Любите, будьте любимы. С днем святого Валентина вас всех. Удачно вам отметить, так как время... Еще есть. До предыдущей. Всем спасибо, всем удачи. Смотрите нас в следующих выпусках. Будем говорить тоже о интересных темах. Субтитры подогнал «Симон»